В ряде городов Эстонии прошли пикеты против мигрантов и исламизации страны. Они вошли в общеевропейскую цепочку сопротивления миграции, прошедшую в ряде крупнейших городов Европы. В организованном консервативной народной партии Эстонии митинге приняли участие несколько десятков человек с плакатами на эстонском и английском языках. В этот же день по призыву партии в кафе ряда городов Эстонии прошли собрание общественности. Участники митинга и собраний отмечали, что во многих европейских государствах власти отвернулись от своего народа, встав на сторону мигрантов. Была выражена поддержка набирающему силу общеевропейскому праворадикальному движению крепости Европы, выступающими как против мигрантов, так и против все большего влияния ислама на жизнь традиционных христианских стран и столиц. Сегодня в три часа дня в 16 странах Европы происходит такая протестовая акция против массовой миграции и исламизации Европы. Поэтому мы из солидарности пришли сюда и тоже в Эстонии в десяти местах происходят такие же митинги или в кафе, или на улице, как те местные организовали. В это же время у посольства Российской Федерации на улице Пик прошел собравший около десятка человек пикет в поддержку политзаключенного Евгения Ветишко, который боролся против опасных с точки зрения российских экологов-оппозиционеров, проектов застройки в природоохранной зоне в Сочи, за что был осужден и приговорен к тюремному сроку, который позже был заменен на исправительные работы. Соратник Ветишко Сурен Газарян также получил за это три года условно, но эмигрировал в Эстонию до того, как дело было пересмотрено и получил здесь политическое убежище. Кроме того, активист-эколог Евгения Чирикова, известная благодаря своей деятельности в защиту Химкинского леса и ныне проживающая в Эстонии, отметила, что организаторы акции также выражают солидарность с Эльдаром Дадиным, который находится в российской тюрьме. Сегодня в Таллине, городе герои для меня, акция, которая очень важна. Она первая среди череды глобальных акций, которые пройдут по всему миру вот в эти выходные в поддержку первого официального политического заключенного Эльдара Дадина, который выходил к стенам Кремля с требованием остановить войну в Украине, с критикой коррупционного режима Путина и за это пострадал. Он сел на три года и сел по первой принятой в России политической статье. Обе прошедших в субботу акции нельзя назвать многочисленными. Да и к тому же суббота как в российском посольстве, так и в Риге Когу не рабочий день. Однако участники пикетов объяснили, что и не требовали принятия каких-либо решений и не собирались передавать кому-то послание протеста. Для них важно было напомнить о существующих проблемах и выразить солидарность с протестующими по обе стороны эстонской границы, как в Европейском Союзе, так и в России. Алексей Иванов, Титкарк, Первый Балтийский канал.